Бизнес-алерт, Польша. Объявит ли Трамп в Польше о санкциях против Северного потока? 2. Войчих Якубек. Бизнес-алерт, Польша. 2 августа 2019 года. Трамп в Польше и Дании Белый дом подтвердил, что президент США с супругой посетят Польшу и Данию. Целью визита станет, в частности, противостояние общим вызовам безопасности в регионе. В официальном сообщении говорится, что Трамп посетит в Варшаве мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, а потом встретится в Копенгогене с королевой Данией представителями датского бизнеса. Здесь следует отметить, что именно отказ Дании давать согласию на прокладку газопровода «Северный поток» 2 может задержать реализацию этого проекта, который планировалось завершить к концу текущего года. Трамп отнюдь не случайно решил встретиться с датскими бизнесменами. С одной стороны, это могут быть представители «Энергенит» – компании, которые вместе с польским концерном газ-систем задействованы в проекте создания балтийского газопровода. США поддерживают эту инициативу трех стран НАТО – Польша, Дания, Норвегия, видя в ней инструмент, позволяющий снизить зависимость от российского газа, а, значит, соответствующий американской политике безопасности в регионе. С другой стороны, речь может идти о встрече с компанией Blue Water Shipping, занимающейся транспортировкой и хранением 115 тысяч труб для «Северного потока» 2, которую могут затронуть новые санкции. Как сообщает газета Handelsblatt, американский президент с большой степенью вероятности может одобрить проект санкций США против партнеров проекта «Северный поток» 2. Издание указывает, что с ограничительными мерами столкнутся подрядчики проекта, в частности, швейцарская компания Elsys, а в качестве инструментов будет использоваться блокада финансовых транзакций и визовые ограничения. Принадлежащие «Газпрома» акционерное общество Nord Stream 2 занимается оценкой возможных последствий введения санкций и не комментирует тему. При этом его партнер, австрийская нефтегазовая компания, убежден, что газ сможет пойти по новому газопроводу уже в конце этого года. Пойдет ли Трамп на введение ограничительных мер? С одной стороны, такой шаг, как и поддержка проекта «Балтийский газопровод», оправдан с точки зрения политики безопасности США, по поводу которой существует межпартийный консенсус. Против такого подхода высказываются и лишь отдельные отщепенцы вроде республиканца Рональда Пола, Рональд Пауль, который назвал Америку богом-узурпатором, стремящимся указывать, в какую сторону в мире должен течь газ. С другой стороны, односторонние американские санкции нанесут удар по компаниям из стран ЕС и станут доказательством того, что цели политики Вашингтона и Брюсселя расходятся. Трансатлантическое единство решит ли американский президент объявить о введении санкций в ходе своего визита в Польшу, сказать сложно. Между тем для него это была бы удобная возможность в очередной раз поднять тему испорченной западной и здоровой восточно-центральной Европы, которая может рассчитывать на поддержку администрации Трампа, предстающего в роли одного из лидеров консервативной революции наравне с Виктором Арбаном или Ярославом Качинским, Ярославом Качзинским. Представляется, однако, что важнее сохранить трансатлантическое единство, чем вводить санкции в отношении проекта «Северный поток». 2. Благодаря прогрессу в сфере диверсификации источников поставок в Польшу он уже не представляет для нас экзистенциальной угрозы, как для Украины. При этом следует напомнить, что в прошлом Трамп не боялся действовать самостоятельно и вернул ограничения на экспорт иранской нефти, которые нанесли ущерб покупателям в Европе, то есть западноевропейским странам, и стали примером политики, противоречащей интересам партнеров-участников ядерной сделки – Франции, Германии и Великобритании. Кстати, пострадали также планы польских компаний, рассчитывавших на контракт в Иране. Что сделает Трамп в Варшаве, с уверенностью сказать невозможно. Тем, кто наблюдает за международной политикой и проектом «Северный поток», 2, остается 1 сентября следить за происходящим в польской столице и задаваться вопросом, решит ли американский президент использовать годовщину начала Второй мировой войны, чтобы совершить очередной неоднозначный шаг. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...